Эта неделя имела историческое значение для фондового рынка. Цены на золото достигли четырехмесячного максимума. Мы поговорим сегодня о перспективах рынка активов Тихой Гавани, о рынке золота. Нам в этом поможет Фил Карр, представитель The Gold and Silver Club. Фил, поговорим об основных торговых моментах на фондовом рынке. Мы отметили одно из самых больших ежедневных падений по индексу Dow Jones. Что это означает для рынка золота? И сохранит ли золото свой статус Тихой Гавани? Я предлагаю посмотреть на график рынка золота. В данный момент золото торгуется на уровне 1340 долларов за унцию. Во вторник стоимость золота продолжила увеличиваться после сильной распродажи на мировом рынке акций. Возможные риски побудили инвесторов обратиться к активам Тихой Гавани, таким как рынок золота. Мы также отметили рост цен на рынке серебра на уровне 1%. Стоимость платины увеличилась на 0,6%. После стола до 15 января был пробит максимальный уровень 1,038 долларов за унцию. Безусловно, золото по-прежнему считается одним из самых популярных активов Тихой Гавани среди инвесторов, поскольку даже во время финансовых и политических кризисов данные активы обладают свойством возвращать инвесторам оценочную стоимость. Если мы рассмотрим текущую ценовую структуру рынка золота, то можно сказать, что мы находимся в точке принятия решения. Возможно, восходящий импульсивный тренд будет превалировать и дальше. Есть также вероятность, что будет пробит четырехмесячный максимум, а также уровень 1,367. Возможно, мы увидим начало консолидации выше отметки 1,330. Но если цены на золото не смогут сдержать данный уровень, то мы увидим нисходящий тренд. Это в основном будет вызвано возможным восстановлением на рынке акций. В данный момент пока что мы не знаем, как быстро индексы S&P 500 и Dow Jones смогут восстановиться после недавней коррекции. Хедж-фонды сокращают подверженность риска серебра, однако при этом они расширяют чистую подверженность риска по золоту. Повлияет ли это на позиции трейдеров рынка серебра в краткосрочной перспективе? Для начала, если мы взглянем на рынок золота и на его текущую ценовую динамику, я предполагаю, что если золото сможет пробить и повыситься выше отметки 1350 долларов за унцию, если эти прогнозы будут реализованы, мы ожидаем увидеть рост золота к отметке 1365 долларов за унцию. Будет протестирован январский максимальный уровень. И, возможно, мы увидим, как будет протестирован уровень выше четырехмесячного максимума. Это будет означать начало восходящего потенциала по рынку золота. Очень важно внимательно изучать то, как именно развивается золото. Если золото пойдет на повышение к верхней части данного диапазона, мы увидим расширение паттерна, и вскоре будет пробить максимальный уровень прошлого года. Мы этой щеткой видим на графике. Если мы увидим дальнейший рост, то мы увидим продолжение паттерна. В противном случае, если золото не сможет сохранить восходящие ралли, это возможно при условии восстановления по курсу доллара, а также восстановлений на рынке акций США. Таким образом, перед нами будет паттерн голова-плечи. Мы увидим коррекцию. Текущая динамика золота может стать правым плечом паттерна. Шейн находится в отметке 1327 долларов за унцию. Если данный уровень будет пробит вниз, скорее всего, будет протестирован уровень 1300 долларов за унцию. В данный момент перед нами очень важный период. И это касается не только рынка золота. Что касается рынка серебра, ценовой структуры данного рынка, перед нами бычья структура рынка. Это говорит о том, что серебро отлично играет свою роль актива Тихогавани. Был зафиксирован рост на уровне 1%. Однако накануне мы отметили драматическую коррекцию. Трехпроцентное снижение на фоне данных по рынку труда в месяц в хозяйственном секторе США. Она находилась недалеко от ключевого уровня поддержки. Мы вернулись к отметкам 15-16 долларов за унцию. Эти уровни оказывали отличную поддержку осенью прошлого года в октябре. Перед нами зона консолидации. После того, как был пробит четырехмесячный максимум, мы отметили нисходящую коррекцию в середине января. Уровень 16-80 долларов за унцию говорит о том, что возможен дальнейший рост. Если цена сможет достигнуть отметки 17 долларов, это будет важным сигналом. Это будет означать сильное восстановление. После этого возможен рост к отметке 17-50 долларов за унцию. Мы ожидаем, что будет пробит уровень сопротивления, и мы увидим рост к отметке 18 долларов. Но есть и противоположный сценарий. Серебро может не сохранить свой восходящий потенциал. Мы увидим коррекцию вниз. Это может произойти в том случае, если на рынке акций мы увидим восстановление, а также восстановление по курсу доллара. Серебро может вновь протестировать уровень 16 долларов. Очень важно внимательно изучать динамику рынка серебра и рынка золота, а также внимательно следить за процессом восстановления мирового рынка акций. Если мы увидим еще большее нисходящее давление на рынок акций, мы увидим рост цен на рынке золота, серебра, а также на рынке платины. На рынке платины недавно мы отметили, как был пробит прошлый максимальный уровень – 1038 долларов за унцию. Мы также находимся здесь, на линии шеи. Увидим потенциал коррекции вниз. Но это возможно в том случае, если мы увидим снижение к отметке 990 долларов. На данный момент я могу предположить, что перед нами похожая ценовая структура, как и на рынке золота. Мы также наблюдаем бойчий флаг – потенциальное продолжение паттерна. Мы вполне можем увидеть продолжение восходящего тренда платины. Но если уровень 990 будет пробит, это будет означать очередное падение цены к отметке 950 долларов. Мы находимся перед принятием важного решения. Что касается дальнейших перспектив на 2018 год, как вы думаете, восходящая ралли рынка золота завершилась? Если мы посмотрим на ценовую структуру рынка золота, начиная с января этого года, мы отметили отличный оскок наверх. В прошлом году цена на золото выросла на 12% в годовом выражении. Мы видим формирование восходящего потенциала в течение прошлого года. И в первые месяцы этого года мы отметили ралли. Был пробит четырехмесячный максимум. Паттерн зафиксировал новые максимальные уровни. На рынке серебра мы отметили один из самых важных ежедневных приростов, начиная с 2016 года. Недавно на рынке золота мы вошли в зону перекупленного рынка. После того, как ФМС объявили о снижении процентных ставок в середине декабря, золото выросло к отметке 1300 долларов за унцию. Мы стоим перед важным моментом принятия решений. Я думаю, что в перспективе 2018 года будет протестирован уровень 1400 долларов за унцию. Это были прогнозы по рынку золота и серебра. С нами был Фил Карр, резайна для Докаскопи ТВ. На сегодня все. Оставайтесь с нами. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»